Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, предлагаю один стих для нашего рассуждения перед тем, когда мы будем приступать к совершению, исполнять заповедь Господа, вспоминать Его страдания через принятие хлеба и вина. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 1, 17 стих. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Тема моей проповеди называется «Чтобы не упразднить креста Христова». Для наших детей, для нашей молодежи, подростков, для которых русский язык, второй язык, одно слово поясню, которое будет сегодня ключевым и важным словом. Слово «упразднить» – это устранить, это заменить, это убрать, это как-то прикрыть его. Скажем, если у нас стоит крест сегодня, мы хотим упразднить этот крест. Мы можем накрыть какой-то большой тканью или вынести его, или каким-то образом перед ним что-то поставить. Понимаете, да, молодежь? Вот это слово «упразднить». Имейте в виду, когда мы сегодня будем рассуждать об этой теме. История распятия, которая произошла много веков тому назад на горе Голгофе, недалеко от Иерусалима, никогда не будет забыто. Ничто не сможет устранить крест Христов. Он будет возвышаться над религиями, над политикой, над сильными, над мудрыми, над значущими. Он будет привлекать к себе разбитые, больные сердца. Потому что во кресте есть сила. Каждый человек хоть однажды в своей жизни слышал о Христе. Многие знают о том, что Он был распят на Голгофе. Но лишь немногие задумываются о том, что настолько те события реальны и сегодня. История распятия – это микромир, в котором присутствует все человечество всех поколений. Всех веков, когда размышляем об этих людях, что сделало их такими, какие они были в то время, братья и сестры, мы можем не догадываться, что эти люди, которые присутствовали и участвовали в казни Иисуса Христа, фарисеи, книжники, римские воины, сотни, которые руководили распятием, случайные прохожие, люди, которые сострадали, плакали, они как в зеркале отображают нас с вами сегодня. Они как в зеркале показывают поведение, настроение современных людей сегодня. Потому что если бы мы были с вами тогда, мы бы поступали точно так же, как эти люди, которые поступили с Господом Иисусом Христом. Они собрались у Креста. Люди, которых мы никогда не встретимся на этой земле. Они присутствовали на казни. Они видели страдания Христа. И каждый из них вынес свое понимание и свое отношение к висящему на древе. Сотник, уходя с Голгофы, терзаемый совестью бил себя в грудь и говорил такие слова, этого истины был Сын Божий. Один из воинов, который уносил с собой хитон, имел особое приподнятое настроение, удача повернулась в его сторону. Он бросил жребий удачно и получил этот хитон. Когда Голгофа опустела, и тела были сняты с крестов, пустые кресты еще долгое время, какое-то время оставались там, на горе Голгофа. Судьба этих крестов нам неизвестна. Никто не знает, что с ними произошло. Но через три дня, начиная с Иерусалима, затем в окрестности, начала распространяться одна удивительная весть, что висящего на древе Христа нету во гробе. Он воскрес. Эта чудная весть стала называться благовествованием. Эта весть распространялась все дальше и дальше, покоряла многие сердца. апостол Павел, который не присутствовал на распятии Христа, но который воспринимал, как и большинство людей, что висящий на древе Иисус Назарей был обманщик, злодей, и долгое время в своей жизни был гонителем христиан, и был гонителем так называемой Назарейской ереси, как и для многих его современников, иудеев, слово о кресте было соблазном, как для иудеев, так и для еленов. Но в жизни Савла был день, когда Господь лично встретился с ним на его пути. Голос неба, свет, который озарил его не только внешне, но и его сердце, возродило Савла. И вместо гонителя он стал великим апостолом, который в своей жизни самое главное повседневностью его жизни, его служением, было посвящением всей его жизни благовествовать об Иисусе Христе распятом. И благовествовать, благовествовать, братья и сестры, так, как Павел говорит, горе мне, если я не благовествую. Это было для него трагедией. То есть мы видим в этих словах, что жизнь апостола Павла вот вращалась в этом. И если он не благовествовал людям, он говорил, это горе, это моя трагедия. А почему он это делал? Потому что апостол Павел имел прямое повеление от Христа, и мы прочитали, ибо Христос повелел ему, повелел не крестить, а благовествовать. И благовествовать так, при этом он имел особое-особое повеление. Благовествовать так, чтобы не упразднить креста Христова. То есть, чтобы крест не потерял свое значение, не потерял силу, не потерял свое могущество в сердцах миллионов людей. Во время благовестия, когда будет проповедана Евангелие, чтобы в центре его проповеди, в центре проповеди Павла всегда был крест Христов. Вот об этом Павел пишет в своем послании к Церкви Божией в Коринфе. Вместе с вами я хотел бы рассмотреть некоторые важные истины, взятые из этого 17 стиха и немножко ниже, которые мы прочитали с вами. Прочтите, прежде всего, давайте рассмотрим кратко самое главное служение Павла, на которое он был послан самим Господом. Еще раз подчеркиваю, он говорит, Христос послал не крестить. Это не говорит о том, что Павел отвергает крещение ни в коем случае. Он выше говорит, что я помню, крестил один дом, потом кого-то еще крестил, других может быть, но это не была главная моя цель. Были другие братья-служители, которые совершали крещение. Моя цель была это благовествовать. Что такое благовествие? Братья и сестры, если я вам скажу, Евангелие, знакомое вам слово? Это греческое слово, это не русское, это греческое слово, которое в нашу жизнь вошло, Евангелие, на греческом языке. Благовестие это Евангелие, добрая, радостная весть. Интересно, что в Священном Писании Евангелие, Благовестие, мы встречаем в нескольких различных выражениях. Вот несколько из них. Писание еще называет его благовествием, благовествием Божиим. Почему? Потому что это Божье Евангелие. Он является его автором. Он его, он является, осуществляет через Иисуса Христа, осуществил через Иисуса Христа, и он повелевает это Евангелие, чтобы оно проповедовалось благовестием Божиим. В других текстах Писания мы находим такие названия. Благовестие о Сыне Божьем или же Благовестие Христовым. Или еще мы читаем Евангелие Благовестью о Иисусе Христе. И мы еще встречаем еще одно значение Евангелия славным благовестием Блаженного Бога. Интересно свое понимание, что такое благовестие апостол Павел очень ясно, очень просто, очень доходчиво сформулировал в нескольких мыслях, в нескольких стихах. Я хотел бы, чтобы вместе с вами прочитали понимание Павла, а что такое благовествовать Евангелие, в чем его суть, в чем его смысл заключается. Обратите внимание, как апостол Павел подходит к решению вопроса, как передать людям, которые будут жить на протяжении всех веков, начиная от воскресения Иисуса Христа и до последнего дня, когда Господь заберет свою церковь, каким образом нужно передать смысл и суть Евангелия. Первое послание Коринфянам, 15 глава, в четырех стихах, первых четыре стиха. Павел говорит так, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживайте так, как я благовествовал вам, если не тщетно уверовали, не напрасно, то есть, ибо я первоначально преподал вам, что Исам принял, то есть, что Христос, обратите внимание, первое, умер за грехи наши, как? По Писанию, что Он погребен был и что в третий день воскрес, как? по Писанию. Легко запомнить? Легко запомнить? Просестры, представляете, какая удивительная, простая, сильная весть евангельская. Заключается в нескольких мыслях. Христос умер за грехи наши по Писанию. В третий день воскрес по Писанию. Другие тексты говорят о том, что Христос вернется в славе за Своей Церковью. Евангелие идет дальше, раскрывая суть. Но сколько бы человечества не существовало, где бы люди ниже, не жили на этой земле, оно доступно и понятно для любого человека. И апостол Павел очень заботился, чтобы на пути этого благовествования проповеди Евангелия не было очень серьезного препятствия. Что именно? Павел называет это премудростью Слова. Обратите внимание, Павел говорит, я буду проповедовать, благовествовать Евангелие не в премудрости Слова. Почему? То есть не языком человеческой мудрости. Греки очень любили философию, София, мудрость, любовь к мудрости. Я буду проповедовать Евангелие так, чтобы на пути его не было серьезничного препятствия, что это премудрость Слова. Почему это для Павла было так важно? Потому что объяснить жертву Голгофы с точки зрения человеческой мудрости, здравого смысла, человеческого, логического мышления невозможно. Братья и сестры, еще раз, объяснить жертву Иисуса Христа, то, что сделал Бог во Христе на Голгофе, с позиции человеческой мудрости, логики, философии невозможно. Теряется всякий смысл, разбивается абсолютно. И это очень ярко убеждали и доказывали на то время две очень ярких представители, две группы людей. Это иудеи и елины. Почему? Потому что иудеи требовали чудес, а елины, они искали мудрости. Распятый Христос для иудеев был камнем преткновения, через который не могли перешагнуть. Они презирали его и смотрели с отвращением. Почему? Потому что он был повешен на древе. А Писание говорит, что проклят всякий весящий на древе. Тот, который висел на древе, не дал им знамения, которого они требовали от Него. И Он не доказал то, что Он является Сыном Божьим. А иудеи всегда требовали чудеса. Садись со креста и веруй им в Тебя. Для еленов или для язычников он был безумием. Почему? Они смеялись над повествованием о распятом Христе. Они искали мудрости. А в простой проповеди о Христе не было ничего, что могло было привлечь их, людей, которые искали в то время мудрости. То, что могло отвечать им высоким интеллектуальным запросам, питать их тщеславие и дать удовлетворение их земному человеческому любопытству. Надеяться, что тебя спасет тот, кто себя не мог спасти, довериться тому, кто был осужден и распят как злодей и повешен среди злодеев, человеку низкого происхождения из бедной семьи, это было позором. Кто гордился своим умом, своим образованием и своей философией? И Библия говорит в 21 стихе в этой же главе, ибо когда мир своей мудростью, обратите внимание, когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благогодно было Богу юродством проповеди, спасти верующих. Братья и сестры, вдумайтесь, пожалуйста, глубоко в эти слова. Благоугодно было Богу юродством, глупостью, безумием спасти верующих. Кто возьмет на себя? Кто пойдет с этой проповеди? Кто захочет юродствовать, проповедовать, распятого Христа, для которых практически одного земного шара языческих, язычников, это было безумием? Для аудеев это было что-то вообще. Кто согласится? Кто возьмет в основание свое благовествование проповедь юродством? благовестники нашлись? Благовестники нашлись? Сначала одиннадцать, потом Господь избирает, находит на пути в Дамаск еще одного, который говорит я готов благовествовать. И я буду благовествовать так, чтобы на пути мое благовествование не было никакой человеческой мудрости, никакой философии, никаких сложностей, для того, чтобы любой человек, который будет жить на этой земле, которую я встречу, любого уровня, любого сословия, любым образованием, мог понять простую истину, что висящий на древе Христос умер за его грехи по Писанию, воскрес третий день по Писанию и придет во славе по Писанию. И с этой вестью апостолы изменили весь мир. В этом была вся жизнь апостола Христа. 18 стих апостол Павел говорит, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для тех, кто приняли и спаслись, есть сила Божия. Братья и сестры, произошло торжество креста над человеческой мудростью. Высокой ученой всего мира была посрамлена славным триумфом креста на Голгофе. Философы, иудейские раввины, политики, книжники, все они были приведены в полное смущение и замешательство. Почему? Они не могли объяснить. Божий план спасения выходил за пределы их понимания. «Быть такого не может, чтобы тот, кто жил среди нас, родился в хлеву, рос в семье Иосифа, плотника, знаем его сестер, его братьев, его семью, не может быть, чтобы этот стал спасителем мира». Исполнилось пророчество Исаии, о котором он говорил еще за 700-800 лет до этих событий. И апостол Павел говорит об этом пророчестве в 19 стихе этой же главы. «Ибо написано «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». А для миллионов людей, которые открылись для благодати Божией, которые удивительно усвоили, поняли, приняли сердцем благодать Христа, была прекрасная возможность. Были открыты, братья и сестры, двери. Обратите внимание, как Павел говорит, «Божия сила, Божия премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков и немощное Божие сильнее человеков». Апостол Павел, в отличие от многих проповедников того времени и особенно в наше время, сохранил в своем сердце, в своем благовестии слово о кресте. Он не боялся насмешек, не боялся презрения, не боялся, что скажут, «Твоя проповедь слишком проста, Павел?» Он не боялся услышать, «Слушай, мы послушаем тебя в другое время». Помните, как он проповедовал в Аропаге, в Афинах? Люди насмехались. Павел, послушаем тебя в другое время. Нам принадлежит сокровище мудрости этого мира. Слишком что-то просто. Обратите внимание, обратите внимание, братья и сестры, когда он приходит в церковь в Каринф. Он приходит в церковь в Каринф, его сердце трепетало. Павла было высочайшее на то время образование. Он знал много языков. Его язык был безупречный. Он мог говорить на оригинальном древнееврейском языке, на греческом. Знал философию, он учился в Ногамалиила. Он был прекрасно воспитан и образован. Но приходя в Каринф в церковь, братья и сестры, обратите внимание, его сердце трепещет. Ему нужно проповедовать сейчас братьям. И обратите внимание, как он пишет 2 глава первых 5 стихов первого послания Каринфина, 2 глава. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, как? Не в превосходстве слова или мудрости. У Павла было время подумать. Готовясь к проповеди, он рассуждал. Говорит, «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и при том какого? Распятого. И был я вас в немощи, в страхе, в великом трепете. И слова мои, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Удивительно, братья и сестры. Кто-то скажет, «Павел, ну не слишком ли просто?» Многие люди в наше время, братья и сестры, забыли одну важную вещь. Крест Голговский не нуждается в защите. Он обладает колоссальной силой, потому что для нас, спасаемых, сила Божия. Те, кто искренне, беспристрастно от души отдавали свою жизнь, склонялись пред Господом, принимали Евангелие, в простых истинных истинах Христос умер по Писанию, воскрес по Писанию, становились наследниками неба, становились новыми людьми, получали рождение свыше, получали Духа Святого, получали Божественную природу. Почему Павел так трепещет в его сердце? Я вижу только одну причину ее состояния, чтобы не упразднить Креста Христова. Не упразднить. Это значит видеть Крест Голгофы таким, как он был более двух тысяч лет тому назад, почти две тысячи лет назад, братья и сестры. Вот видеть его таким, я не говорю о физическом дереве, друзья, я говорю о смысле и о том, что произошло на нем в тот день на Голгофе. Учение Евангелия, учение о Кресте Голгофы ясное и простое для каждого человека. Вот эту ясность и просту, братья и сестры, как важно сохранить в наших сердцах, в нашем служении, в нашей проповеди Евангелия, в нашем свидетельстве неверующим людям, для нас самих, братья и сестры, как важно время от времени проповедуйте для самого себя Евангелие. Напоминайте сами себе, братья и сестры, Евангелие. Это очень важно для того, чтобы не стать на место фарисея, который зашел в храм помолиться. Желание приспособить жертву Голгофы к пониманию современного человека и общества, желание устранить безумие и соблаз Христа Христа приводит к уничижению и упразднению Христа Христова. Модернизация учения Евангелия Голгофской жертвы Христа усложнена человеческой мудростью, философией, религиозностью, стоит на пути благовествования. Сегодня так трудно людям пробиться к Голгофскому кресту за философией, религиозностью, традициями и многими вещами. Люди приходят в церковь, хотят услышать Евангелие, простую, ясную весть. Помоги Господь сегодня быть просвещенными Духом Божьим, чтобы увидеть красоту Голгофского креста. Сегодня для того, чтобы привлечь людей в церковь, многие проповедники стараются каким-то образом не выставлять крест. Не так давно мы или общения слышал такой пример в одной стране, в одной церкви, для того, чтобы привлечь молодежь, а молодежь была в этом районе, микрорайоне, и церковь была, и было открыто место и время для молодежи, и молодежь пришла, но в церкви был крест как символ, чтобы не резала слух, наверное, чтобы как-то взгляду он не мешал, его просто прикрыли или убрали. Я хочу сказать, это трагедия этой церкви, потому что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых это сила Божия. В прошлом месяце, 18 сентября, в нашей церкви было бракосочетание, и вот церемония проходила на улице, и молодые брачущие, они пожелали, чтобы на их церемонии присутствовал вот этот крест, и чтобы слово назидания имела весть о кресте. Знаете, прошел пир, когда вечером мы убирали это место на улице, стулья убирали, и одна сестра с гостей, она тоже помогала, и она сказала такую мысль, «Я никогда не присутствовал на бракосочетании, где звучит проповедь о кресте, и как прекрасно, когда молодые люди семейной жизнью могут начинать свою жизнь под сенью креста». Братья, сестры, есть для плачущих земли место у креста, есть для брачущих место у креста, есть для тех, в чьей семье есть конфликты, семейные проблемы, непонимания, разногласия есть место у креста. Есть для разногласий всех споров, пререканий, богословских всяких дискуссий, братья, сестры, все есть место только у креста, там можно по-настоящему разрешить все вопросы, семейные, церковные, политические, личные, все вопросы можно разрешить, братья, сестры, у креста. Потому что Бог примирил с Собою мир, не вменяя людям грехов и преступлений. У нас сейчас будет, братья, сестры, время для молитвы. Я хочу сказать, что крест – это центр Божьего правления, как во Вселенной, так и на земле. Бог на землю послал единственную личность, которую назвал это путь Его Сын. И крест – это центр Божьего правления. Мы никогда, братья, сестры, и никуда не сможем уйти от Бога установленных истин. Мы можем только отвергнуть, как иудеи, или можем отвергнуть, которые искали чудес, или отвергнуть, как елены, которые искали мудрости. Но Писание приглашает нас сегодня преклонить свое сердце, поблагодарить Господа за крест Голгофы, так, чтобы он был не только видимым образом присутствовал церкви на экране, а присутствовал в нашем сердце и склониться перед распятым и поблагодарить его за спасение, которое стало достоянием вашим и моим. А для тех, кто еще не принял Господа, не пришел ко кресту, вы можете это сделать в любое время. Вы можете сделать это сейчас, когда церковь будет молиться. Вы можете сделать это, когда будет вечеря Господня. Вы можете в любое время остановить, прервать, прийти сюда, склониться и сказать, Дух Святой касается мое сердце, я знаю, это мое время, это мой день, Бог меня посетил и стучит в мое сердце. Вы можете это сделать в любое время, на любом месте, где Господь будет вас приглашать к Голговскому кресту. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Голос